Эпидемии гриппа и ОРВИ в области нет, хотя число заболевших растет. В основном это дети. Виной резкое похолодание. Кашель, насморк, окружение. Вирусная инфекция. Когда вокруг все чихают, заболеть не мудрено. Никакого самолечения предупреждают врачи. Народными средствами тоже можно, но доктор лучше, наверное. Таблетки выписываем, ходим на ингаляции, ну и так далее, подумаем. В очереди к врачу и Алла Лукьяненко. От консультации специалиста отказываться не стало. Немножко кашель был. Такое першение в горле. Насморк слегка. Ну, так больше ничего. Сразу принимала таблетки. Эпидемии гриппа и ОРВИ в области нет. Между тем, число заболевших респираторными инфекциями увеличилось. В целом по Курской области ежедневно, вот на текущей неделе, регистрируется порядка 800-850 случаев респираторных инфекций. А в городе Курске, ну, примерно в половину меньше. То есть от 400 до 450 человек обращаются в лечебное учреждение по поводу респираторных инфекций. На сегодняшний день в инфекционной больнице имени Симашко количество госпитализированных, в общем-то, в пределах обычной сезонной нормы. Случаи гриппа крайне редки, говорят врачи. Заслон вирусу поставила вакцинация. 27% населения региона сделали прививки. Ну, а если болезнь все-таки застала врасплох, необходимо срочно вызвать врача на дом. Сейчас существует масса противовирусных препаратов, которые рекомендуется сразу же с первого дня назначать пациентам. Это такие, как карбидок, агацел, амиксин, гриппферон, аноферон есть, которые вырабатывают, стимулируют выработку интерферона. Для профилактики хороши и народные средства. Все подряд пью. И чай с лимоном, и шиповник пью. И все дела. И мазью у нас мажу. Аксалиновой мазью. По прогнозам специалистов, область перешагнет эпид-порог через полторы-две недели. Паниковать не стоит. Это обычная ежегодная ситуация, заверяют врачи. Белая Комкина, Антон Латышев, Андрей Зарубин, телеканал СИИ. Профилактика не помешает и в ближайшие дни. Согласно прогнозам, в конце января, начале февраля ожидается понижение температуры до минус 28 градусов. Спасатели обращаются к урянам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности. Проверить состояние электропроводки, обогревательных приборов и печного отопления. И напоминают номер экстренных служб. 112.